Всем здравствуйте! В этом видео вы узнаете, что такое вспышки объемов и как они вам пригодятся, а также как, в принципе, понимать любой вертикальный объем. Итак, для того, чтобы понять, что такое вспышки объема, нам необходим, собственно говоря, сам объем. Открыть этот объем. О том, где брать объем на Форексе, я говорил в одном из видео. Пожалуйста, посмотрите его. Первонаперво, необходимо запомнить. В данном случае, когда я говорю про вспышки объема, мы всегда анализируем объем локальный. То есть, мы рассматриваем примерно где-то свечей, ну, может быть, 20-30, то есть, примерно вот такой какой-то участок. Не имеет смысла просматривать всю торговую сессию, также не имеет смысла просматривать предыдущий день, либо не имеет смысла просматривать объемы веков, годов и так далее. Смысл в том, что у нас есть определенные объемы, которые так или иначе исполняются. Идет некоторое время, исполняются обычные объемы. И тут внезапно появляется что-то, появляется уровень свеча и резко выстреливает объем. Как, например, в данном примере, эти вспышки можно обнаружить примерно вот здесь. Вот, я думаю, вы прекрасно понимаете, про какие вспышки я говорю. Вот эти вот примерно вспышки. Также забыл упомянуть, что мы не рассматриваем начало дня. Примерно с самого начала и где-то час после торгов люди открывают свои позиции, либо выходят из позиции, если они оказались в минусе. Следующее правило. Вспышка не должна иметь вот такой потихонечку рост и некое снижение. То есть не должно быть вот такой картины. Смотрите, здесь объемы росли немножечко и немножечко падали. Или, предположим, вот в данном примере, который я вам рисую, если бы не было вот этих двух свечей, которые явно отличаются от предыдущих столбиков, мы бы тоже сказали, что данный объем не имеет смысла рассматривать. Бывают такие ситуации на рынке, когда рынок подходит к какой-то области, к какому-то уровню, и у нас объемы, конечно же, увеличиваются, потому что количество лохов в лоховозке увеличивается. Итак, сделаем небольшой промежуточный ток. Вспышки объема – это когда мы имеем резкий прострел. Резкое значение объема на фоне стандартных классических обычных объемов, которые в целом у нас встречаются в торговой сессии. Как вы можете заметить, вспышки объема у нас всегда присутствуют на графике. Следующий момент, я не люблю говорить, на каком таймфрейме мы торгуем, но в данном случае это уместно. Постарайтесь не рассматривать данные вспышки ниже 5-минутного таймфрейма. Вот здесь уже действительно можно задуматься о шумах, а точнее сказать, о множестве ложных входов. И чем больше таймфрейм в данном случае, то тем лучше вы сможете анализировать график. В данном случае, посмотрите, у нас таймфрейм 1 минута, и обратите внимание, как много у нас этих ярких вспышек, которые не несут за собой ничего. Кто-то выставил свою большую лимитную заявку, и рынок ее пац и резко проглотил. То есть, в данном случае, чем выше ваш таймфрейм, тем лучше. Если вы начинающий трейдер, я рекомендую вам посмотреть, какие в целом на рынке у вас бывают объемы, и выставить определенную горизонтальную линию в вашем индикаторе. Ну, в индикаторе объема, как вы понимаете. И, разумеется, если предположим, что у нас объем выстреливает за эту планку, вы сразу не бьете тревогу, а начинаете анализировать рынок. В данном случае я выставил эту линию вот здесь. Понятное дело, что время от времени ее нужно корректировать, поскольку сама волатильность и сами объемы рынка, они то сжимаются, то расширяются. То есть, если вы обратите внимание, у нас все вспышки, они примерно заходят за эту линию. При этом обычные объемы у нас не достают до этой линии. Но, опять-таки, это все условности, поскольку, как мы видим, например, в предыдущие дни, здесь бы я эту линию немножечко поднял наверх. Здесь уж слишком много этих вспышек. Как мы помним из механики рынка, а если вы не смотрели механику рынка, пожалуйста, посмотрите данный видеоурок, либо, если я для вас говорю совершенно на другом языке, и вы меня не понимаете, посмотрите, пожалуйста, серию видеоуроков «Трейдинг для чайников». У нас на любом рынке, на любом активе есть всегда две стороны. Это, собственно говоря, покупатель и продавец. Встретились два дурака. Один купил, другой продал. У нас образовался объем. Это первый момент. И второй момент. На рынке у нас есть мелкие трейдеры и крупные участники. Мелкие трейдеры чем характерны? Ну, во-первых, тем, что у них небольшие депозиты. 100, 200, 300 тысяч, ну даже миллион на 2 миллиона на вашем торговом счете в рамках рынка. Ну, это просто копейки, это микросчет на самом деле. Есть крупные участники, их мало, но у них большие депозиты, они владеют большими деньгами. Что характеризует мелких участников? Что нас всех с вами характеризует? Тем, что мы все разобщены. И у всех у нас разный анализ. Более того, если вы возьмете двух одинаковых трейдеров, дадите им одинаковую учебную программу, они создадут, так сказать, два разных анализа и будут заходить в разных точках. Иными словами, поскольку мы все не скооперированы, мы совершаем позиции, кто здесь, кто там, кто тут. И в итоге у нас происходит обычное распределение объемов. То есть, в среднем у нас на рынке, там, допустим, торгуются 3000 участников, совершают какие-то, я говорю все условно, совершают какие-то торговые операции, и вот они как-то здесь проявляются. Но если предположить, что приходит какой-то крупный дядя с усами и совершает торговую операцию, то, разумеется, он может проявить себя в объемах. Очень глупо думать, что крупняк всегда скрывает свои позиции. Здесь нужно быть действительно конспирологом и смотреть фильмы про плоскую землю на РЕН-ТВ. Иногда бывает такое, что приходит в компанию разнарядка, например, купить определенные фьючерсы, либо обменять одну валюту на другую валюту, чтобы банально выдать сотрудникам заработную плату. И какие там фибоначи, какие там уровни, всем глубоко наплевать. Из-за этого образуется объем. Но этот объем и эта позиция будет влиять на рынок, поскольку цена меняется только благодаря того, что покупатели и продавцы совершают определенные сделки. Что же нас интересует? Ну, первое, нас, конечно же, интересует цена. В момент всплесков у нас должны быть определенные свечи. Это может быть либо большие свечи, как в первом варианте, то есть вот здесь, либо может быть небольшие свечи, но при этом у данной свечи у нас есть большой хвост и здесь выстреливает большой объем. Смотрите, как это выглядит на графике. Вот мы имеем определенные всплески. Смотрите, как у нас идут свечи, потом резко бац, огромная свеча, и у нас есть большой объем. Или здесь то же самое. Смотрите, у нас есть определенные свечи, они как-то растут, потом у нас бац, появляется большой объем и большие свечи. То есть эти свечи должны быть больше предыдущих, Но не в контексте всей торговой сессии и не в контексте годов, веков и так далее. То есть ближайшие, ну где-то свечи 15-20. Или здесь у нас есть движение, у нас есть повышенный всплеск объема и у нас тоже появляются большие свечи. Ну вот, обратите внимание, на конце движения есть у нас свеча и у нас большой хвост. Причем хвост желательно, чтобы он был, конечно же, в сторону движения. То есть вот мы шли вниз и, соответственно, хвост должен быть вниз. О чем это говорит? Это говорит о том, что кто-то подкладывает свой лимит и цена банально его коснулась и от этого отпрыгнула. Более подробно я об этом рассказывал в ролике, посвященном тормозным свечам. Пожалуйста, его посмотрите. Что я подразумеваю под контекстом? Усреднив, так сказать, температуру по больнице, вы всегда будете наблюдать эту ситуацию в трех контекстах. Первое – это выход из флета. В данном случае необходимо подождать, как рынок будет расторговывать данную ситуацию. Здесь большая вероятность, к сожалению, появления так называемого ложного пробоя, ложного пробития и еще чего бы то ни было ложного. То есть необходимо подождать, как ситуация расторгуется. Ну и если, собственно говоря, цена подойдет к нашему флету, к данному уровню, тогда мы будем принимать торговое решение рассматривать вот этот участок рынка. Если здесь будет определенный сигнал, то мы будем заходить вниз. Но если здесь нет сигнала, а если это ложный пробой, то у нас будет просто скачок в обратную сторону, вы увидите. То есть в одну и в другую сторону. Как, например, вот в данной ситуации мы имеем некий флетовый диапазон. Вот он у нас. И мы видим, как рынок подходит к определенной области, делает резкий прокол. У нас образуется вспышка объема. И у нас, собственно говоря, никаких сигналов нет на границе. Рынок бац, выстреливает назад. Можно долго говорить про теорию. Здесь находятся стопы. Собственно говоря, данную ситуацию, данный участок рынка я рассматривал в одном из роликов, посвященном крупному игроку под названием «Агрессия крупного игрока». Пожалуйста, посмотрите его. Но общая концепция, она именно такова. Необходимо подождать, что будет делать рынок. Поскольку здесь мы имеем объем, но мы не знаем, как он еще реализуется. Мы видим, что исполнились определенные стоп-приказы, определенные лимиты. У нас выстрелил объем. Но как он сформирован? Будет ли рынок идти дальше? Этот параметр пока неизвестный. Поэтому не спешите со входом в сделку. Когда вы будете видеть такие ситуации, к сожалению, обычно мозги отключаются и всегда хочется зайти в позицию. Но вы должны быть более-менее дисциплинированными. Если вы видите, что данная ситуация, ну, например, вот падение, у нас потом пошел как-то рынок, и вы видите, что он замедляется на уровне, здесь дает определенные сигнальные паттерны, то, в общем-то, можно заходить на дальнейшее продолжение. Сделка будет достаточно хорошая. Вторая ситуация – это у нас уровень. Особенно, если было какое-то движение. Если вы видите всплеск объема на уровне, а также если сюда подключается цена, это означает, что необходимо, опять-таки, подождать, что будет делать рынок, но с большой долей вероятности рынок наверх не пойдет. Чаще всего здесь мы всегда говорим о том, что в данном конкретно примере находится достаточно крупный продавец, который не будет пускать цену вверх. То есть он выставляет определенную четкую плиту, и рынок не может эту плиту пробить. На мой взгляд, вот мною замечено, если хотите сказать, это как некая примета, рынок обычно, я не говорю за все ситуации, за все активы, ни в коем случае посмотрите, как у вас это происходит. Но вот на мой взгляд, обычно рынок делает как некий ложный пробой и начинает здесь пилить, после этого у нас идет разворот. Но вот я помню вот такие ситуации. У вас на активе может быть совершенно иначе, поэтому посмотрите, пожалуйста, как у вас торгуются данные ситуации. Но опять-таки, если вы видите, что у вас рынок дает откат к вашему уровню, здесь тормозится и здесь дает сигнал, торгуем по такой же, собственно говоря, логике, про которую я рассказывал вам 2 минуты назад во флете. То есть мы дальше планируем движение вверх. Однако с большой долей вероятности здесь у нас засел, собственно говоря, продавец, которого рынок не может раскупить. Если рынок раскупит данного продавца, мы пойдем дальше. На основании чего мы пойдем дальше? Вы спросите меня, где топливо? На основании, собственно говоря, что этот продавец будет выходить из позиции. То есть мы будем забирать у него деньги. Звучит, конечно, смешно, когда трейдеры будут забирать деньги у крупняка, но такие ситуации случаются. Здесь не нужно быть, собственно говоря, достаточно умным, чтобы посмотреть количество успешных инвестиционных фондов, фондов, торгующих на бирже, и понять, что, собственно говоря, вне зависимости от своего депозита, ты можешь быть аутсайдером. Ты можешь деньги потерять. Опять-таки, не будем далеко ходить. Вот у нас есть этакий уровень. Вот мы к нему подошли. У нас выстреливает объем, и рынок после этого разворачивается. Иногда бывают V-образные развороты, но здесь, опять-таки, нужно следить, не всегда они происходят. Вот тоже у нас есть этакий уровень. Вот где-то здесь он посерединке. Вот мы имеем прострел, мы имеем большую свечу, и рынок после этого разворачивается. Еще раз говорю, посмотрите на своем активе, не всегда такое происходит. Иногда наоборот бывает. Здесь все зависит от некого актива и от некого контекста. А вот здесь обратная картина. Смотрите, вот у нас есть уровень, достаточно четкий, рынок вокруг него кружится. Обратите внимание, что рынок как-то двигается вокруг этого уровня. Вот он вверх пошел, вниз пошел, ударился, здесь ударился, тут ударился. И обратите внимание, у нас есть всплеск объема, пробой и ретест к этому уровню. Но здесь бы мы вряд ли бы что-то заработали, поскольку нас бы исполнило чуть-чуть пониже. Пока то-се, пока подумаем. В общем-то вышли бы у нуля, но тем не менее, как пример, это показатель. То есть иногда бывает откат, и мы здесь торгуем точно в такой же логике, про которую я рассказывал, касаемо некого флэка. И следующий момент, это у нас, когда есть определенное движение, и мы видим не такие вспышки объема, особенно если они происходят с хвостами в сторону движения. Собственно говоря, здесь я буду повторять логику тормозных свечей. Это говорит о том, что рынок будет потихонечку замедляться, и все больше и больше замедления приведет в конечном итоге, вначале к флэтовой динамике, а потом к развороту. А это я рассказывал в ролике, посвященном тормозным свечам. Пожалуйста, посмотрите его. Ну, если рассматривать, например, вот этот контекст, обратите внимание, у нас есть раз вспышка объема, хвост, идем дальше, вспышка объема, вот вспышка объема, хвост, и рынок потихонечку замедляется, уходит во флэтовую динамику, после этого разворачивается. Или здесь та же самая картина. Вот у нас есть движение, вспышка объема, хвост, продолжается движение, опять у нас, хотя здесь немножечко некорректный пример, но, тем не менее, и рынок после этого тормозится, уходит во флэтовую динамику и разворачивается. Или здесь та же самая картина. Обратите внимание, есть какое-то движение, у нас есть вспышка объема, хвост, движение вниз, опять вспышка объема, опять у нас хвост, движение вниз, рынок потихонечку замедляется, уходит во флэтовую динамику и разворачивается. причем под разворотом я не имею ввиду что будет серьезный разворот здесь конечно разворот у нас случился и случился на гэпе но не всегда такое бывает иногда у нас есть флэтовая динамика и даль дальнейшее продолжение движения под разворотом я имею ввиду окончание некого движения флэтовая динамика и большая вероятность разворота случится он или нет вот с достоверностью со стопроцентной вероятностью уже здесь все зависит от актива не в общем то наверное от фазы луны предсказать это невозможно куда рынок будет двигаться в даже в следующую секунду о чем уже говорить о серьезно каких-то движений торгуйте вместе с рынком господа но смысл в чем если вы видите подобную картину что у вас выстреливает объем но рынок продолжает движение в вашу сторону это повод начинать думать о том как выходить из позиции может быть прикрыть часть своей позиции поскольку это уже сигнализирует о том что скорее всего движение будет потихонечку уходить ну и конечно же кульминация когда мы имеем какое-то движение которое вроде как потихонечку шло вверх а потом она бац выстрелила а кульминации я уже рассказывал и это всегда говорит о том что нужно выходить из позиции смотреть что будет делать рынок с большой долей вероятности он будет разворачиваться но возможно будет разворачиваться через флэтовую динамику либо он будет до идти дальше но в любом случае нужно флэтовая динамика чтобы накопить позицию для того чтобы идти дальше либо развернуться просто так рынок от точки очень редко разворачивается и чаще всего когда происходит такой в образный разворот вы увидите либо подобную ситуацию либо подобную ситуацию то есть должно быть накопление позиции крупняком в процессе движения чаще должно быть наоборот флэтовое движение чтобы все трейдеры были в позиции у всех у бабочки нарисовали скользяшки пересклеснулись то есть чтобы были открыты позиции была повышенная волатильность актива долго объяснять но суть-то в чем если вы видите кульминацию если вы видите повышенный объем значит все нужно прикрывать свои позиции хотя бы закрыть полностью всю свою точение полностью 90 процентов своих объемов и оставить там один-два контракта просто следить за рынком чтобы просто банально было не скучно на этом все дамы и господа если вы случайно попали на данный канал посмотрите другие видео они не хуже подписывайтесь на канал нажимать колокольчик ну и конечно же по традиции зарабатывать а когда вы заработаете возьмете меня на работу дежурным анекдологом вы мне будете платить заработную плату а я вам будут травить анекдоты в процессе торговли в принципе а заработной платы я думаю договоримся недорого благо анекдотов я знаю много парень бросил девушку едет эта девушка в автобусе вся несчастная в слезах из-за того что у нее неразделенная любовь и к ней подходит вовочка и говорит тетя а ты плачешь потому что ты жирная да